Доброе утро, друзья! Я думаю, каждый из нас иногда испытывает тревогу и стресс. Так вот, как избавиться от этого чувства, расскажет психолог Светлана Лях. Светлана, доброе утро! Доброе утро! Если говорить с психологической точки зрения, тревожность – это что? У нас много ярких эмоций, которые нам точно не нравятся. Это там такие, как страх, испуг, тревога. Почему некоторые смотрят ужастики и любят? Это когда мы искусственно хотим прожить эти состояния. Но если испуг и страх – это явное понимание, из-за чего мы это чувствуем, то есть мы испугались лающую собаку, или нам страшно, что она нас укусит, потому что мы реально ее видим, то тревога – это что-то такое, из-за чего мы переживаем, чего еще пока не наступило, а может быть, и никогда не наступит. Поэтому тревога – это на самом деле очень сложное состояние, и нужно очень внимательно следить за собой, чтобы не тревожиться в постоянном состоянии, потому что это очень дискомфортно, что человеку не до реальной жизни, а постоянно он боится чего-то, что никогда не произойдет. А если нам страшно из-за того, что уже произошло, допустим, когда люди думают, ой, а может быть, я там что-то где-то лишнее сказала, или может быть, человек на меня обиделся, или не нужно было тогда приходить на 10 минут раньше – это тревога? Это тоже можно назвать тревогой, но все равно мы же переживаем за то, что мы реально не видим, это же реально нету, это просто наши мысли и переживания за что-то очень эфемерное, которое только в нашей голове. В реальности этого может вообще не быть. Может быть, действительно, тот друг, с которым мы общались, на самом деле, наоборот, с радостью вас вспоминает и вашу встречу, а ваше переживание только у вас в голове. Ну, я думаю, что все уже поняли, что такое тревогность, как мы с этим боремся. Ну, сама позиция – бороться ничем не нужно. Нужно очень важно принять, что со мной на самом деле происходит, из-за чего я тревожусь, потому что бывают люди сами по себе, по складу характера, все время тревожатся из-за чего-то, что куда-то опоздают, что-то не успеют. И это такое состояние, когда это все время. А кто-то иногда это чувствует из-за каких-то событий, может, что-то произошло действительно шоковое, может, действительно была очень нервная встреча и тревожно, как же она на самом деле прошла и что думают другие. Поэтому нужно важно отследить и понять природу, вообще откуда появилась эта тревожность. И очень важно, если самостоятельно не получается с ней справиться, обязательно идти к специалисту, который точно поможет с ней справиться и понять действительно первопричину, что на самом деле произошло с вами, почему постоянно с вами, как будто бы что-то не так, почему вы не можете остановиться, наслаждаться тем моментом, который есть. Да, расслабиться. Потому что жизнь же идет, а тревога может никуда не уйти. Жизнь же идет. Ну вот мне мама иногда говорит, чтобы успокоиться, выпей мятный чай или лавандовый. А вот это может помочь с тревогой? Это может помочь вам, вашим нервным клеточкам, чуть-чуть стать спокойнее, но тревога глобально никуда не уйдет. Очень важно понимать природу, откуда она вообще произошла, из-за чего вы тревожитесь. Поэтому просто мятный чай, вы, конечно, пеете с ромашкой, да, то есть, ну, это не очень. Но это никакого отношения к тревоге не имеет. Просто вкусно. Также и осетинский пирог туда же примерно уходит. Хорошо, ну, а если мы уже понимаем, что вот тревога, из-за чего она у нас есть, что мы волнуемся чего-то, говорят, что есть хорошая техника, обесценивание вот этого тревожных чувств, обесценивание того, что вот если что-то произойдет в моей жизни, ну и что, жизнь-то продолжается. Это хорошая тактика? Это тоже может быть, но, опять же, нужно... Это про безопасность все равно. Мы тревожимся за свою какую-то безопасность, что с нами может что-то быть не так, с учредением психологии и физики нашей, да, если мы очень тревожимся, что что-то может наступить, особенно сейчас у нас очень много раздражителей, переживания за свою безопасность и жизнь в связи с всеми мировыми событиями, которые происходят, да. То есть нужно максимально заземлиться. Во-первых, это максимально понять, что я действительно могу сделать, чтобы чувствовать себя безопасно. Потом понимать, что из-за того, что ты тревожишь, действительно может никогда не произойти. Это просто твоя яркая, прекрасная фантастика в твоей голове, и действительно у кого-то... Один из клиентов у меня вообще написал рассказ о своих тревожных состояниях. У него получился фантастический рассказ. Он говорит, когда я написал, у меня как бы все прошло. А действительно можно, и когда ты сделал все реальное, что ты можешь сделать, чтобы тебе было безопасно, действительно можно и немного обесценить, и немножко выяснить. Тогда действительно это кому-то поможет. А вот как вы относитесь к таким методам, когда люди выплескивают свою энергию куда-то, например, бьют подушки? Это работает? Многие техники, которые у нас у всех на слуху, покричать где-то, что-то ударить, оно работает, если делать это правильно. Если понимать, что я настолько там сейчас гневаюсь, тревожусь, я не могу, у меня прямо все тело здесь прямо такое... Зажатое. Зажатое, действительно, да. То есть тогда это может помочь как временный эффект. Наоборот, иногда может кому-то нужно просто какое-то объятие, хорошее слово, и у него чувство тревоги и безопасности тоже может снизиться. В общем, создаем себе безопасную атмосферу. Денежки копим, финансово чувствовать себя безопасностью. Это тоже сейчас очень важно. Что еще делаем? Тревожный чемоданчик? Ну, не знаю. Тревожный чемоданчик – это вот Маша на работу с собой берет. Мне кажется, там есть все на два года жизни автономно. Я даже подушки ведь пробовала, но мне, допустим, лично не помогает. Поэтому главное найти свой метод. Светлана, спасибо большое, что заглянули сегодня к нам в студию. Мы напомним, что о том, как побороть тревогу этим утром, мы говорили вместе с психологом Светланой Лях.